сначала сарай планировали ставить на месте дома почти поели сейчас пойдем хотела рассказывать про сарай тут корова хочет крыться это надо быка тащить не как получают сколько времени все пытаюсь здравствуйте наш дорогие зрители с вами валентина и канал тоски край глазами москвички сегодня у нас декабрь число 7 наверно декабрь может 8 пробую рассказать историю сарая сразу после приезда сюда решили что вот этот вот наш сарай в котором сейчас находится 10 коров и телята решили что он маленький и нам нужно сарай гораздо больше на другом месте коров мы держать не планировали муж не хотел но вот для того что у нас есть там козы были индюки свиньи сарай был маленький вот сюда на это место вбили столбы разметили все столбы вбили это было восемь лет назад и года три столбы у нас стояли нам было некогда подходить что она тебе не пустит туда сейчас нельзя они сейчас у них там нельзя в общем куда сейчас потому что видишь они будут скакать и бегать они же игра игрушки у них сегодня вот стои смотри подходить не надо просто смотреть чехарда нет как она называется на че как-то серёж как называется игра вот на которой они вот так друг друга лазит ну далеко нет игра на че не чехарда или чехарда в общем игра у них люба да они играют сейчас они тебя задавят нечаянно телята 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 вон они далеко к ним ходить тоже не надо то вдруг мама корову подумать что ты там сейчас их будешь обижать и она тебя придет наказывать прошло три или четыре года сарай все вот как как поставили так и стоял здесь вот на этом месте и вдруг мы решили на этом месте строить дом сарайные столбы мы выдернули дом поставили а сарай решили делать вот здесь стал огромные до сарай мы это стал бы мы поставили и года три они стояли нам некогда было подходить зайчик милый какую-то сосуд не хочу мне некогда я разговариваю зайчик время шло нет а вы зададите в полюба не надо ломать зачем ты ломаешь вы можете задать резонный вопрос но если вам некогда строить сарай вы кого-нибудь наймите его построить и вы будете правы мы в этом году решили кого-то нанять в мае договорились двумя мужиками они сказали да мы придем а мы в это время у нас был сев начался сели у нас на это время начался сев мы начали сеять зерно свое другое помогать туда-сюда нам было некогда в мае а потом когда мы освободились пошла земляника и этим мужикам с которыми мы договорились было после земляники пошла какая-то другая ягода потом 3 4 в результате когда грибы кончились уже ближе к октябрю мы снова договорились с мужиками они сказали мы придем октябрь ноябрь вот начался декабрь мы никого не дождались наконец у сереги освободилось время и он начал сарай делать сарайчик в этом году начало что-то делаться начала а то все они стояли эти а высокий какой делает ниже наверно надо сильно высокий сарай получается а хотя и может заезжать трактором туда надо что-то я ну как то вот так пока что для дочери с ее детенышем в основном корова тем временем у папа продолжается ты здесь дверь будешь делать а где ой вон там вон там дверь ясно папа продолжается строительство уже стенка почти готова здесь потихоньку стены прибывают скоро уже будет готов хором для матери с двумя детьми ты уже плотно стал да при подгонять я думала здесь будет как это как обрешетка за те годы что мы тут хотели строить мы уже много раз передумали перепланировали изначально мы хотели делать 9 на 12 а спасибо планировался нормальный человеческий сарай 9 на 2 на 9 на 12 лишая или 9 на 6 9 на 6 потом в дальнейшем 9 на 12 чтобы коровы стояли по обе стороны посередине у них тут навозная вот это вот все куда все стоки до трактор заезжает туда с ковшом это все выгребает до до конца здесь тепло хорошо капитальный сарай все а потом как-то паша написал что к ним приходили проверять снипы и у них сарай не подходит по снипам что-то там не проходит мы залезли в эти снипы значит вот у нас дом близко там у нас дом близко в результате сюда у нас если делать по правильному то сюда уже не влезает тот большой сарай который мы хотели но мужик этому времени же уже передумали препод перепланировали так-то в принципе в старый наш сарай влезают все коровы которые у нас сейчас есть все кроме одной кроме вот этой вот дамы с вот этими вот дитями и поэтому для нее решил но было вот это вот помещение просто вот так вот обложить я сейчас а я давно не пролезу ну попробую с другой стороны показать вот обложить вот так вот рулонами сверху рулонами засыпать все и все в принципе она здесь спокойно вот в этом помещении переночует пережили зимует даже минус 50 быть нормально телята они уже большие неноворожденные ну и вот остальные все кто тут чтобы не в сарай тащить а сюда вполне зайдут и вполне здесь поживут ну то есть единственное то что мы опять опаздываем завтра уже минус 20 но у нас есть два варианта сереж нас вариант первый это где-то там есть вариант первый это это значит корову дочь ставить на свое место этих всех на свои места телят засовывать в эту где восятка стояла и выпускать кормить их два раза вместе с дочерью и вариант 2 этих всех коров пока оставлять здесь они здесь спокойно минус 20 минус 30 перезимуют только им естественно чуть вот эти вот дыры чуть-чуть и постелить то есть два варианта есть но эти варианты до 20 этот вариант до 23 числа потом они отелятся где-то есть потом они отелятся все на этом наша съемка закончена про сарай в принципе я наверное все рассказала всем пока